Я вношу от своего имени в книгу рекордов Дубаса его как автора самого смешного розыгрыша на радио, который я когда-либо слышал в жизни. Ты понимаешь, о чем я говорю? Значит, это... Я еще не знал даже, как ты выглядишь в этот момент. Это мне... 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 Тогда еще не было таких интернет-связей. Мне просто рассказали об этом, а потом я услышал, я попросил друзей из Риги привести запись. Значит, Алекс брал интервью у Ильи Логутенко в эфире Рижской станции СВХ+. Но он брал интервью у Ильи не как у Логутенко, а как у талантливого мальчика Андриса из города Елгова, который очень хорошо пародирует Илью Логутенко. И Илья Логутенко, соответственно, отвечал ему на вопросы как мальчик Андрис. Началось с того, что... И причем Алекс же все делает с абсолютно невозмутимым лицом. Он говорил, Андрис, скажи, ну а когда ты обнаружил в себе этот талант? Ну, я не знаю, в школе все как-то просили меня все время изобразить мумитроля, мумитроля. А с чего у тебя вообще это все началось? Вы знаете, я вообще люблю пародировать, люблю изображать животных. Очень. Очевидно, договорились друг с другом, я как потом понял. А как это ты обнаружил? Ну, я рос у дедушки в Елгове, под Елговой, на пасеке. У него было много пчел. Вот. Ты хочешь сказать, что ты умеешь изображать пчел? Тот отвечает. Ну, я не знаю, сейчас как-то на радио я никогда не пробовал. Но я попробую, может... Давай попробую сейчас. Внимание, Андрис изображает, кроме Логутенко, еще и пчел. И дальше начинает звучать так. Рой, пчел, реальный. Они приготовили пластинки звуки природы. И ставили в этот момент эти звуки. Вот. Ну что, время пришло. Дамы и господа, пора браться за шампанское. Ну, а так как мы встречаем день рождения Алекса Дубаса, а произошло это в том самом памятном году, то и обращается к нам, соответственно, лидер из того самого времени. Внимание на экран. С чувством законной гордости за достигнутое, полное оптимизма, встречают народы нашей Родины 1971 год. С Новым Годом! С новым счастьем, дорогие товарищи! С Новым Годом! Монолог, состоящий только из исключительно мудрых советов. И я хотел в связи с этим спросить Алекса, а какой самый мудрый совет он получил в жизни? А потом, соответственно, проиллюстрировать вам, какой самый мудрый совет он может дать подрастающему поколению выпускников. С удовольствием скажу. Самый мудрый совет, который я получил, я получил в какой-то книге, а потом не раз находил ей подтверждение, в том числе от одного из гостей, сидящих здесь. Я его сейчас представлю. Это здесь сейчас, жить здесь сейчас. То есть, мои самые любимые песни, мой гимн, моя мантра, моя молитва, это песня призрачна все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Давайте сделаем так, чтобы первой песней в новом году прозвучала песня про самый мудрый совет, который Алекса может дать людям. Внимание на экран. Это как раз тот самый видеоролик, который мы приготовили, и я надеюсь, что мы сейчас его увидим и услышим. Сейчас, смотри. Да, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, 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 да. Самая, самая... Мажьтесь солнцезащитными кремами. А, они показывают нам. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Выгода их использования была доказана учеными, в то время как остальные мои рекомендации не имеют более надежной основы, чем собственный путанный опыт. Эти советы я вам сейчас изложу. Наслаждайтесь силой и красотой своей юности. Пока жизнь вам не нравится, она проходит. Поверьте мне, через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии и вспомните с чувством, которое вы сейчас не можете понять. Сколько возможностей было открыто перед вами и как же сказочно вы на самом деле выглядели. Вы не так много весите, как вам кажется. Не беспокойтесь о будущем. Или хорошо, беспокойтесь. Но знайте, что эти беспокойства так же эффективны, как попытка решить алгебраическое уравнение с помощью пережевывания жевательной резинки. Реальными неприятностями в вашей жизни случаются события, которые никогда не трогали ваш беспокойный ум. Такие, например, что застают вас врасплох в 4 часа вечера в какой-нибудь обычный вторник. Ежедневно делайте что-нибудь из того, что вас пугает. Пойте. Относитесь бережно к сердцам других людей. Не миритесь с теми, кто равнодушен к вашему сердцу. Братья и сестры, мы вместе летим вперед. Плачем, смеемся, но верим, успех придет. Друг друга обнимем и скажем простые слова любви. И вокруг нас церкнут и зажгутся мечты огни. Ей-е-е! У-у!